и снова здравствуйте друзья и снова я и снова на сегодня будет интерскол то есть опять интерскол все время интерскол почему я так прицепился к интерскол это потому что я вижу по продажам то что данный инструмент людям заходят его покупают если год назад как бы его так не особо покупали сейчас его довольно таки нормально покупают и поэтому на сегодня будет обзор на аккумуляторную бесщеточную цепную пилу на компании интерскол модели pca 1018 в это кстати первая цепная пила аккумуляторная в линейки интерскола до этого были сетевые вот владельца сетевых отпишитесь как они вам они были реально удачно то есть они также относительно недорого стоили и довольно так нормально работали по аккумуляторном пока еще ничего не могу сказать по морская так новинка у нас сегодня чем будем делать вначале попробуем мы на аккумуляторе поработать два ампер часа почему 2 ампер час почему с рубанком с тем же работал на аккумуляторе 2 ампер час то что у интерского есть такой мини-макс 18 вольтовый как сейчас на интерсколе нет они закончились на дому ближайшее время появится они также людям очень 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 хорошо зашли не поэтому кабину интересно будет просто насколько хватит данной пилы на аккумуляторе 2 ампер час то есть пила продается только тушка без аккумулятора это понятно что на аккумуляторе этого 5 ампер час или 4 час ее хватит дофига но на аккумуляторе 2 ампер часа интересно будет посмотреть то есть покроет какие-то задачи например и поехали куда-то там на рыбалку на охоту либо еще куда-то в лес просто отдохнуть нужно напилить там немножко дровишек у справится ли аккумулятор 2 ампер час либо не справится на начале давайте подведем итоги конкурса и мои поздравления константину смирновым константин напиши мне пожалуйста на почту которая будет внизу в описании под видео куда те высылать данные струбцины кто не победил не расстраивайтесь мы сегодня чем-нибудь разыграем рука и вот не знаю чё разыграть ну давайте так это будет сюрпризом мы что-то разыграем но учу говорить не буду я так вот подумал потом может быть это будет струбцины может это будет сверла может быть это будет набор бит все так же просто как вы любите лайкос подписывай с коментоз ну а мы переходим к обзору с комплектацией поставляется пила в картонной коробке естественно комплектации уходит цепочка сороковая шина и пластиковый защитный чехол без пилы с 2 ампером заряженным аккумулятором 2 килограмма 577 грамм у пилы естественно имеется тормоз по поводу вот этого тормоза так понимаю что многие как бы не понимаю зачем он может сейчас тормоз у вас включен жми 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 ничего не включится и в электрических пилах тоже самое цепных вот так если он стоит жми 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 ничего не включится бензиновых весь так будет стоит стоять она включится бензопила но если вы на тормозе погазуете у вас целиком расплавится все сцепление гарантии не будем это будет уже отдельная тема включили пила стала работать для чего это нужно пример учета вы пилите 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 вот так вот и друг пила там скачем какой то есть пила на вас пошла вот так хоп то есть она впервые выключится нежели чем цепь сама пофигашит вашу голову также у пилы есть масляный бачок находится он верхней части открутили и он там самом низу в самом самом низу есть фильтр также на корпусе можно посмотреть уровень масла минимальный максимальный ручку пилы с резиновыми вставками выключатели естественно с безопасностью как во всех аккумуляторных пилах то есть так и нажмете сверху оттянули нажали задней части пилы рядом с аккумулятором есть крюк для фиксации пилы зубчатый упор уже установлен на самой пиле я чуть позже покажу когда будем пилить для чего он нужен ручка для установки шины натяжения цепи также имеет резиновые вставки сам фиксатор и натяжитель цепи поближе на части выходит масло имеет резиновую маслостойкую прокладку то есть чтобы масло не вытекала на пол а попадала непосредственно в цепь вентиляционное отверстие расположены по бокам справа и слева общий обзор сделали и теперь по характеристикам пила у нас 18 вольт с бесщеточным двигателем скорость цепи 10 метров в секунду сделана пила в китае теперь раскручиваем надеюсь я все правильно делаю первый раз и разбираю открутили и вскрываем и так вот она собственно внутренняя часть редукторная часть двигатель электронный блок и масляный бачок с выключателем двигатель как я уже сказал у нас бесщеточный статор стандартный якорь тоже магнитный стандартный статор и якорь у нас идут отдельно стоимость статора 800 рублей стоимость якоря 1150 рублей вот это вот корпус то есть статор находится в корпусе металлическом я так понимаю вот в этом корпусе электронный блок у нас стандартный весь запаян и тут даже какие-то роли фрис китайские идет он отдельно и стоимость его 2 300 стандартный выключатель стоимостью 200 рублей маслонасос находится вот здесь вот нижней части то есть бачок вот она трубка идет и вон там вон там вон Там находится маслонасос. Стоимость его 150 рублей. Чтобы поменять маслонасос, придется разобрать вам практически всю пилу. Кстати, у Makita в одной бензиновой модельке тоже самая картина. То есть, только там весь двигатель бензиновый нужно разобрать, чтобы поменять маслонасос. И вот поэтому услуги ремонта именно по замене маслонасоса на некоторых пилах стоят довольно-таки нормальных денег. Ладно, давайте так, я их сейчас собираю и будем пилить. Итак, пилу я собрал, маслица залил. Видно уровень, да? Немножко есть. Цепка у нас подтянута. Вставляем аккумулятор в 2 ампер час. И сейчас посмотрим, насколько хватит данного аккумулятора. Но я думаю, блин, пилов на 10. 10-15 где-то вот так будет. Плюс у нас прежний 150 на 150. Угодится, снизу немножко дырявый. Мы использовали вот это на тесте шуруповерта. Не выкидывать же. Приступаем. Защита. 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 Все что ли. Сейчас температуру аккумулятора замерим. Аккумулятор у нас довольно-таки конкретно нагрелся. 66-65 градусов. И по ходу он ушел в защиту. Сейчас, если мы, скорее всего, его сейчас выну, там еще, наверное, будет 2 деления. Оп. Как я и говорил. Аккумулятор реально горячий. У нас получилось 7,5 пилов бруса 150 на 150. Сейчас аккумулятор подостынет. Он реально такой горячий. Я думаю, так же, как с рубанком было. Он подостынет и начнет работать. То есть мы данный аккумулятор постараемся добить. Но я в прошлом видео говорил. В этом скажу, что 2 Ач, 1,5 Ач для дисковых пил, для болгарик, для рубанков, для циркулярных пил. Это как бы ни о чем. Почему я сейчас показываю именно 2 Ач. Потому что у них мини-максов, 18-вольтовых, вот с такими вот батареями было, правда, намного. Я думаю, что желающих будет много для сада купить себе такую пилу, чтобы где-то чуть-чуть подрезать ветки. Для более такой нормальной работы, если хотите. Вот аккумулятор 4-5 Ач. Но мы испытывать его не будем, потому что его хватит надолго. Единственное, что мы сейчас испытаем. Видели вначале, я как бы сильно надавливаю, бах, защита уходила. Сильно надавливаю, бах, защита уходила. Сейчас посмотрим, как пила себя будет вести на аккумуляторе 5 Ач. Аккумулятор 5 Ач полностью заряженный. Пробуем. Не, видите, в защиту не уходит. Сейчас ушла, сейчас довольно-таки сильно надавил. Ну, как надавил, с помощью этой гребенки, я чуть попозже вам покажу. Он даже быстрее пилит. Вот, сейчас только. Ну, довольно-таки усилие, ну, раза в 4 сильнее нужно приложить, нежели чем на 2 Ач. Или даже в 5. Теперь по поводу этой гребенки. Когда вы пилите, вот эта гребенка сюда вот упирается. То есть, делается угол и упирается гребенка непосредственно в брус. Получается у нас угол. То есть, давление вот именно на шину довольно-таки большое. И тут даже если одной рукой давить, пилу можно усадить очень жестко. Даже если бы была бензиновая пила, делаем такой вот упор. Сильно давим, даже двумя руками. И даже бензо можно усадить. То есть, вот эта гребенка довольно-таки в тему при пилении больших брусов. То есть, вы уперлись, все включили. И пошли. Даже одной рукой. Также, смотрите, вверху вот это щелк. Отщелкнули и нижнюю, получается, держим. Не сбоку, а именно только снизу держим. Также намного удобнее. Некоторые производители делают для безопасности, чтобы по бокам были. По бокам большим пальцем приходится и снизу держать, и сверху держать. Здесь, получается, держишь только снизу. Мне, по крайней мере, понравилась именно вот эта модификация, чтобы держать именно снизу. Ладно, давайте подождем, пока у нас остынет аккумулятор. И попробуем его добить. Времени прошло где-то в районе двух часов. Аккумулятор у нас остыл. Также его не подзаряжал. Также два деления. Пробуем. Без защиты. Нет, этот аккумулятор не для таких больших бревен. И в конце, как всегда, пару слов об инструменте, да, кстати, не сказал. Здесь вот немножко часть подпружинена. То есть здесь сам слот стоит немножко как подпружиненный. Все, видите, аккумулятор ходит. Что могу сказать по поводу данной пилы? Попровод, давайте начнем с аккумулятора 2 Ач. Да, она как бы работает, но с большими бревнами она не будет справляться. И поэтому, если вы будете покупать под аккумулятором 2 Ач данную пилу, рассчитывайте то, что она у вас как бы чуть-чуть в саду какие-то маленькие ветки, там такого диаметра попилит. Большие бревна ей не получится пилить. Это только либо 5, либо 4 Ач. Ну, то есть вначале, я думаю, возьмете, попробуйте на аккумуляторах 2 Ач. Если вдруг вам понравилось, можете докупить аккумулятор 4 или 5 Ач. Благо они недорого стоят. По сравнению с Макитой, с Бошем, они стоят недорого в районе 4 тысяч рублей. Если вам выкашивать там какие-то, вырезать плантации, ну, тут только бенза. Тут и Макитой даже не справится. Здесь только бенза. Это чисто такой вот вариант, как, ну, можно сказать, удобство. Он взял, пошел, что-то отпилил. Ну, а так, в принципе, смотрите сами. Нужна вам она, либо не нужна. По мне, как бы пила нормальная. За эти деньги стоимостью в районе, там, 7 или 8 тысяч рублей будет. Ну, сейчас после 10 августа будет от Интерскола приход. Сейчас их на Интерсколе нет. Их просто-напросто еще до моего обзора расхватали. То есть они довольно-таки нормально продаются. И как бы решать вам, нужна эта пила, либо не нужна. Я для вас ее разобрал, показал, попилили. Чтобы вы имели представление, перед покупкой определиться, нужна вам данная пила, либо нет. Всем, кто понравилось данное видео, подписывайтесь на канал. Удачных вам покупок. Пока.